Мы часто слышим мнение старшего поколения, что молодёжь сейчас очень ленивая и не самостоятельная. Молодые парни и девушки только и делают, что сидят в телефонах, совершенно не хотят трудиться. Но это далеко не так, и среди современной молодёжи есть те, кто готов развиваться, самостоятельно зарабатывать деньги, даже несмотря на юный возраст или проблемы с физическим или психическим здоровьем. Герой этой истории – подросток Клей Льюис из австралийского города Брисбен. Парень с самых юных лет хотел самостоятельно обеспечивать себя, но никто из работодателей не желал его трудоустроить. И дело не только в возрасте австралийца. У Клея диагностировали аутизм, что несколько осложняло коммуникацию с ним. Подросток в течение двух лет пытался найти подработку после школы, но безуспешно, и тогда родители решили поддержать 16-летнего сына. Они помогли Клею открыть клининговый бизнес в своём районе. Парень был единственным сотрудником Клейс Бин Клининг. Его работа заключалась в том, чтобы чистить мусорные баки. Он обходил все дома в своём районе, предлагая помощь, и у парня просто не было отбоя от клиентов. Бизнес действительно стал приносить хороший доход. Парень занимался чисткой мусорных баков после школы, постоянно увеличивая свою клиентскую базу. И дело не только в первокачественных услугах. У Клея не было конкурентов, ведь больше никто в его районе не предоставлял такие услуги. Парень выбрал прекрасную сферу для развития, потому что мало кто занимается чисткой баков. Хотя занятия это не из приятных, ведь ёмкости очень плохо пахнут. Особенно тяжело очищать баки, когда на улице стоит сильная жара. Подросток рассказывает о своей работе следующее. Летом очень тяжело работать, потому что баки пахнут. Иногда у меня позывы к рвоте, но я преодолеваю это. Использую защитную маску. Клею было тяжело, но он изо всех сил старался хорошо делать свою работу. Парень зарабатывал 5-10 долларов за один бак, что весьма неплохо для 16-летнего подростка. Нужно сказать, что неприятный запах – это не самое тяжелое испытание для Клея. На первых порах аутизм не позволял ему свободно общаться с клиентами, прямо смотреть им в глаза. Но со временем Клей становился всё более уверенным в себе, преодолевал застенчивость. Росла не только самооценка парня, но и его заработки. За несколько месяцев труда он смог заработать целых 6 тысяч долларов. Бизнес юного предпринимателя стал настолько успешным, что ему даже пришлось нанять ещё троих человек. Клей чистил баки вместе с другими своими одноклассниками. Со временем парень начал предлагать клиентам и другие услуги – уборку дорог, мойку авто. Австралийцы с удовольствием пользуются качественным сервисом, который им предоставляет молодой предприниматель. Довольные клиенты оставляют приятные отзывы на страничке Клея в социальной сети. Так, постоянная заказчица услуги по мытью баков Зои Лоутон похвалила парня за всегда потрясающую работу. Сам Клей говорит о своем деле так «Важно хорошо делать свою работу, и тогда клиенты не уйдут от вас. Кроме того, помимо основной работы, я берусь за всякие мелочи». Похоже, парень действительно разбирается в том, как нужно вести дела так, чтобы получить постоянных клиентов. Просто хорошо делать свою работу. Мать очень рада успехам сына, который не только стал более уверенным в общении, но и смог начать зарабатывать еще до окончания школы. Теперь она не переживает, что Клей не сможет приспособиться ко взрослой жизни. А еще женщина призывает всех родителей постараться найти для своих детей нишу, в которой они смогли бы развиваться и зарабатывать. Наше юное поколение часто имеет желание, но не имеет возможности проявить себя. И было бы здорово, если бы взрослые помогали детям хотя бы в самом начале их самостоятельного пути. Можно указать направление для развития, поддержать в открытии какого-то дела. Часто подростки просто не знают, куда приложить свои силы, не видят, как можно заработать. И задача взрослых – помочь им решить эти вопросы. И тогда не придется жаловаться на то, какими ленивыми и апатичными растут наши дети. На этом все друзья, делитесь этой историей, ставьте лайки и пишите ваше мнение в комментариях. До скорого!